всем привет друзья добро пожаловать на канал андрея грини и в замечательную игрушку rim world это у нас 76 серия нашей эпопеи и в ней я собираюсь заняться улучшениями нашей колонии в частности апгрейдами различных станков возможно апгрейдом всего нефтяного производства но там мы посмотрим а для начала я решил сделать еще аккумуляторов потому что эти у нас уже полностью забиты хотя сейчас они в принципе идут в минус ну ну да ладно в любом случае пригодится но нам не хватает свинца и по этому поводу я нашел последнюю залежь англезита которую мы с вами сейчас и как сказать освоим да освоим вопрос том сколько на самом деле здесь у нас англезита и что-то как-то темненько ребята темненько видимо рэй как бы очень хочет с нами познакомиться поближе да ага залежь англезита просто великолепно да она просто огромная давай наверное ты и освоишь весь этот англезит потому что ловить здесь особо нечего да значит придется искать подземную залежь англезита надежды нет надежда умирает последний предварительно замочив веру и любовь так ладно тетя ханя давай-ка забирай отсюда англезит на чуть-чуть нам этого дела хватит но действительно именно на чуть-чуть что я дальше хочу сделать во первых я хочу поменять вот этот вот вот эту печку она у нас из стали да давайте-ка мы посмотрим что у нас там по выплавки вот она электродуговая печь 150 единиц металла надо на нее значит мы ее разбираем гринявый вперед ты у нас самый лучший строитель самый быстрый вот тебе и поручаем разобрать эту печурку кстати я по моему забыл сохранить задание грине балбес и создаем эту печку из титана я специально его выплавил соответственно здесь мы получим с вами очень приличный прирост скорости процентов наверное насколько на 50 на на 60 процентов быстрее она будет у нас работать потому что стали то сто процентов а титан это насколько я помню сто шестьдесят процентов и это будет не лишним на блин ну гринявый хотя чё гринявый робота миша роботы мешаются бегают по месту строительства и отменяют стройку таким образом кстати вот этот вот сундучок надо бы вот сюда бы переставить да да что вот в этих сундуках как видите серебряная руда серебро резерв 1 и серебро резерв 2 чтобы у нас серебром не занимался вот этот вот склад я соответственно оставил один сундук серебром здесь на 9000 и два сундука у нас уехала вот сюда в наш подожди блин все время забываю где находится это помещение вот она короче сюда уехала также что я сделал я сделал еще парочку протезов рук и парочку протезов ног поэтому давайте мы сейчас посмотрим кто у нас следующий становится полу биоником я думаю что это заказака тем более что давненько его надо бы проапгрейдить на скорость левое плечо правое плечо левая нога собственно правая нога и как бы нам бы еще этого пухлика публим пончика прокачать было бы очень очень неплохо но пока не на ком короче говоря значит нам придется видимо быть не очень гуманными по отношению к противникам которых мы будем захватывать мы будем их терзать скорее всего ну вот этого не будем терзать этого мы собираемся захватить психологическое сопротивление 43 осталось надеюсь что оно скоро или относительно скоро упадет кстати дань а вот у нас какого совсем какого ж хрена как говорится блин общение шестерочка какого черта погоди я сопротивлением у нас кто вообще работает надзор или что это казнить пленных нет отпускать пленных нет относить так подожди кормить так разговаривать с пленными успокаивать другого человека блин это разговаривать с пленными что ли ли все-таки это дипломатика вербовка remain развлекать гостей. Чёрт его знает. Блин, вот сопротивление понижать, это к кому вообще? Потому что вот этот товарищ, он сейчас на 0.8 понизил, а док могла на единицу. Даже больше, чем на единицу. На 1.4, по-моему, мы смотрели. Мы очень долго так будем вербовать. Скорее всего. Так, и знаете что? Я всё-таки считаю, что надо нам где-то вот здесь вот сделать пару дверей. Сейчас мы так и поступим. Разобрать и разобрать. Вперёд. Гринявый. Сделаем здесь всё аккуратно и красиво. Значит, что я здесь хочу сделать? 1, 2, 3, 4, да? Вот так вот, в 4 клетки. Выкапываем помещение и сделаем там что-то типа склепа, наверное. Давайте выкопаем сначала и потом вернёмся к записи. Помещение готово. Давайте теперь здесь сделаем стеночки из мрамора. Я его чуть-чуть увеличиваю ещё на один блок относительно того, что планировал. И давайте дальше посмотрим, что. Что у нас тут вообще по покрытию есть интересного? Значит, у нас есть разные паркеты, плитка диагональная, ковровые покрытия. Блин, вот я не знаю. Допустим, красные ковры, по-моему, здесь были бы очень даже кстати. Требуют они ткани. Чёрт его знает. Либо природная. Подождите, вот природная. Мощённые полы, полированная плитка, грубый камень. Вот вопрос в том, эти все грубые камни и прочее, какого это всё уровня? Ну, полированная плитка не катит на самом деле. Давайте посмотрим, попробуем сделать полы. Вот эти вот. Так, красный линолеум, красная мозаика линолеум, клетчатые ковры. Или просто ковры. Оранжевые. Блин, а красного нету. Ну, давайте, блин, клетчатый. Что-то я не уверен, что это хорошо в этот самый, в комнату, в склеп. Клетчатый ковёр. Ну, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. И пока там всё это дело таскают, давайте посмотрим, что у нас вообще вот здесь вот с печуркой там. Загрузить задание. Естественно, заданий я никаких не сделал. Молодец, Гринявый. Выплавка Титана. Повторять до, давайте, до 150... Ой, до 150... До 300, как и до этого у нас стояло. Минимум 160 на складе. Даже, наверное, 200 на складе. Это минималка. Ну, в принципе, ограничения какие-то ставить, кто будет делать, смысла особого не имеет. Можно поставить, бросать на пол. Нормалды. Дальше. Штейнсплав. Повторять до. То же самое. Где-то в районе, наверное, 300. Даже, наверное, 500. Вот так вот. 500 и минимум 300 на складе. Как-то так. Подожди, значит, прочные. Стальной, никель. Ну, других вариантов тут особо-то и нет. Окей. Здесь тоже бросать на пол. И выплавка никеля. Тоже повторять до, наверное, там, я не знаю, тоже до 200. Сотка на складе минимум. Чуть уменьшаем радиус. Ну, по идее, тут опять-таки, у нас нет никелевой руды, так что можно особо не париться. И давайте посмотрим, насколько быстрее она будет работать. Мне это прям действительно интереснее. Интересно. Слушай, действительно быстрее. Прям, прям быстрее, быстрее, ребята. 180 процентов. Это два малых шкафа, плюс, собственно, то, что она изготовлена из титана. Все нормально. Короче говоря, живем. Тем более, что у нас довольно-таки немало, по-моему... Да, альминитовые руды у нас довольно приличное количество, так что мы сможем сделать и титана на все станки, по идее. Должно хватить на все станки. Так, а вот знаете, что я не могу понять? Почему здесь вот у нас 35 всего, да, максимальный приоритет стоит. А здесь у нас лежит на общем складе с минимальным приоритетом синтетическое волокно. Его никто не переносит. Это вообще как? Нормально? А, я понял вас. Я понял вас. Давайте тогда вот так вот по максимуму поставим. Я понял, в чем причина. Извините, простите, сам дурак. Так, дальше что бы хотелось? Хотелось бы поставить вот эту вот штуку. Только вопрос, куда? Наверное, куда-то вниз надо было. Или вот сюда вот ее поставить. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что надо где-то размещать будут склады, на которых все у нас будет храниться. Короче, мы ее, наверное, поставим бачком, но сначала мы здесь везде поставим полы. Ребята, займитесь, пожалуйста, побыстрее этим делом. Сейчас какого-нибудь гринявого туда отправим. Работать! Работать, Бионик! Вперед! И с песнями. И еще давайте мы отезию, которую я все еще забываю постоянно назвать. Но это опять-таки серия в тот же день снимается. То есть я решил прям поднапрячься и в этот день отснять по максимуму, а потом смонтировать все это. Как-то так. Короче, значит, сейчас мы поставим вот эту вот лабораторию боком вот так вот. Ну, сюда вот, выходом в эту сторону. И здесь поставим склады, на которых у нас будет храниться полимерчики. Короче, все-все-все-все-все. А переработчики вот эти у нас будут в линию стоять вот здесь понизу. Сразу несколько штук, я думаю. Таким образом, вот эти переработчики мы отсюда уберем. Сможем поставить сюда еще один расщепитель сырья. В общем, все будет как нужно. Как доктор прописал. Так, и как у нас там получается-то? Ну, слушайте, такое себе, честно говоря. Бредом попакивает. Очень сильно, я бы сказал. Прям-прям воняет, блин. Да, со вкусом. Ну, ребят, дело не во вкусе, на самом деле. Я хотел сюда красные ковры сделать, чтобы это прям вот такая красная комната была. Но нету здесь, к сожалению, вот таких вот объектов. Да, то есть красного ковра, просто красного ковра нет. Есть красные дорожки ковровые, которые делаются из велюра, которого у нас нету. Поэтому, ну, как сделали, так сделали. Сейчас мы еще вот сюда вот лампочку повесим. И перенесем сюда наши склепы. Я надеюсь, что нам много их не придется здесь делать. Так, подожди, а их можно перенести? Или их надо? Их, по ходу дела, да. Их переносить нельзя. Их можно только сделать заново. Давайте сделаем. Нет ли у нас каких-то там супер-пупер склепов? Супер-пупер нету. Значит, продолжаем делать из мрамора. Вот так вот парочку. Надеюсь, что мы их все не заполним. Хотя их не так много, по идее. Если кто-нибудь еще убьет корову, то есть все шансы, как говорится. Я вот не знаю, надо ли здесь делать двери. По идее, это и так церковь. И, в принципе, неплохая, да? Ну-ка, ну-ка, никак это не отразилось у нас. Церковь восхитительна и роскошна. Красота 663, красиво. Чисто. Чрезвычайно просторно. Я думаю, что мы не будем делать здесь двери. Так и оставим. Так, Гринька. Ты чем занимаешься? Подбирает металлолом. Какой нахрен металлолом? Иди давай собирай. Нам надо брать оттуда склепа, а то они у нас чуть ли не на складу стоят. Это вообще совершенно неправильно. Так, и что тут нам еще надо, в принципе, разгрести? Так, вот эти вот ботиночки надо отсюда убрать. Светокаменные. Так, блоки у нас их нету, кстати. Что печально. Так. Слушай, а жратвы у нас тоже, кстати, ква, да? Что-то я не совсем понял. А комбикорм у нас кто-нибудь делает вообще? Уважаемый пончик, я что-то вообще не всосал. Где? Комбикорм там и т.д. А, подождите. Я понял, да. У нас нету мяса насекомых и у нас нету... Грусть, печаль, беда, разочарование. У нас нету мяса насекомых и нету плоти гуманоидов. То есть, ни того, ни другого. Не можно без хлеба. То есть, комбикорм нам делать не из чего. Поэтому наши ребята продолжат питаться сено-травой. Так, а есть ли у нас еще муфало где-нибудь? Муфало? Муфало? О, у нас есть муфало. Но только далековато. И что-то я очкую там заниматься приручением. Блин, ладно. В принципе, у нас пока молока хватает. Поэтому и фиг бы ты с ним. Гринявый, иди разбирай саркофаги. Сейчас мы увидим скелетики. Там у нас именно скелеты. Да ладно. Анна Койхер. Абсолютно цела. Прошу заметить. Как это ни странно. И этот Линн Клобок, короче, тоже цел. Не надо съесть. Давай-ка ты ее перенесешь и похоронишь. В правильном месте. То есть, по идее, мы даже можем, в принципе, ее до сих пор... Кто мне говорил, что ее нельзя хоронить? Ее, наверное, в могилу нельзя хоронить, ребята. Вот в чем дело. Скорее всего, на саркофаге это дело не распространяется, по всей видимости. Так, что это у нас такое получается? Искусство. Гравировка на этом саркофаге показывает, как сорока молчаливо ослепляет рубашку пятиухих. Свинокарлик. Сука. Господи. Свинокарлики в атаке, блин. Стиль изображения пуристский и отчасти простой. Картину окаймляет шесть изображений, на них тритон. Ребята, вот реально, можно отдельные ролики просто читать, что написано на саркофагах. Вот. Чисто отдельные ролики выпускать. А здесь нас обломали. Здесь, короче, все на английском. К сожалению, это я точно не прочитаю, потому что my English is very хорошо, вы в курсе. Короче, не судьба. Так, что у нас здесь дальше? Дальше мы можем заниматься нефтянкой, господа, товарищи. И почему бы ей и не заняться? Так, погодите. А, секундочку. Нефтянка нас интересует. Вот, высокие технологии. Из титана мы делаем новую лабораторию. Ставим ее вот таким вот образом. Войдут здесь палеты. Палеты здесь тоже прекрасно войдут, вот в этой части. Так, вот эту палету, кстати, уже можно переставить куда-нибудь вот сюда. Превосходно. То, что доктор прописал просто. Так. Вот только вопрос. С какой стороны они с палеты берут запчастюли? Вот это проблемка на самом деле. Так, давайте мы сохраним здесь задание на всякий случай. Вот так вот. Потому что не хочу я его пересоздавать. Как-то меня, блин, задолбаюсь, короче. По-моему, они берут справа запчастюли. Что-то мне подсказывает. Так. Надо как-то это проверить. Потому что возможно, возможно. Нет, давайте пока мы отменим. Я хочу посмотреть. Так, подожди. Пластик, пластик, пластик. Я вовсе не медведь. Так, давайте мы сейчас вот здесь в детальках поставим радиус побольше. Перетаскаем сейчас все полимеры сюда. Ребята, займитесь, пожалуйста, максимально быстрым перетаскиванием полимеров. И нам надо посмотреть, откуда они будут брать эти полимеры. Справа или слева? Мне кажется, справа. Если справа, то палету надо будет переносить сюда, а лабораторию ставить в эту сторону. Так, ну-ка, внимательно смотрим. Потому что это важный, на самом деле, это очень важный момент. Это очень здорово сказывается на скорости работы. Блин, ну куда? Какого черта отсюда-то? Алло. Ой, блин. Так, ладно, пластик. Продолжить. В смысле? А, у нас тут 600 уже. Давай еще сделаем. Давай 800 сделаем. Вот так вот. Продолжить. Так, погоди. Рози, иди сюда. Давай, работать. Работать, Рози. Да твою ж мать. Работать, Рози. А, пофигу. Слева берет, по-моему. Или вообще снизу. Хе-хе. Так, секунду. А если мы ставим здесь вторую палету? Давайте посмотрим. Потому что, короче, главное, чтобы он у нас не оббегал с другой стороны. Просто если я поставлю вот так вот вторую палету, то есть вариант, что если он вот с этой стороны, он будет вот так вот оббегать и брать с этой стороны. И это очень здорово скажется как бы на скорости. На скорости работы, на скорости изготовления всех этих предметов. Не хотелось бы. Поэтому надо все это дело проверить заранее. Я все время забываю реально об этом. С какой стороны. Так, значит, здесь у нас будет что? Здесь у нас будут сульфаты. Максимальный приоритет. И сюда мы кладем сульфаты. Так, а здесь какой у нас приоритет вот на этом складике? Обычный. Превосходно. Нет, все нормально, ребята. Все как надо. Видите, он уже берет все равно с этой стороны. Короче, живем, ребят. Значит, можно спокойно делать вот так лабораторию. Отправлять сюда грини. И мы пластики и все остальное будем делать прям просто с реактивной скоростью. Так. Вряд ли нам надо больше, чем 200-300 сульфатов. А вот полимеров нам надо действительно много. И еще, по-моему, в этой лаборатории делается, если не ошибаюсь, получение карбона. Он делается из угля, резины. То есть надо будет здесь еще делать и склад угля, и резины. Ой, да. Причем, по-моему, уголь используется, если не ошибаюсь, только настоящий. Древесный, по-моему, там не юзается никаким образом. Так, грини. Ты сделаешь или не сделаешь? Что происходит? Какой бот-насильник? Блин, нам нужна лаборатория, черт побери. А вы все носите здесь, как реактивные. Засранцы. Потому что они нам не дадут нормально поработать, мне кажется. Они будут постоянно бегать и мешаться. А, не, слава богу, они не пытаются пробежать через лабораторию, так как у нас там было с какой-то, с каким-то верстаком, я не помню. Где прям вот не давали сделать. Итак, значит, ребята, у нас, в принципе, готова лаборатория. Надо будет ее только ускорить немножечко. Но для начала мы загружаем задание. Так. Значит, превосходно. Я думаю, что здесь пластика действительно надо поставить под штукарь. Давайте вот так вот сделаем, на самом деле, под штукарик. И минимум 500 на складе. Ну, просто, просто потому что пластик идет везде. Он прям, прям везде нужен. Так, иди работай. Гринька, вот эту штуку давай иди разбирай. Она нам больше не нужна. Так, тут у нас что? Тут у нас теоретически должен быть уголь, да? Которого у нас ни теоретически, ни практически нету. И насчет уголька. Ну-ка, ну-ка, накусь, выкась. Так, надо сначала, наверное, выкопать. Слушай, тут у нас залежи селитры есть еще, оказывается. А я о них как-то и не знал. Как-то так получается. То есть я там стараюсь, страдаю. А у нас, оказывается, он есть. И залежи уголь. Подожди, нет. Хладоками мне не нужен. Мне нужен уголь. Вот он. Всего одна залежь, к сожалению, внешняя. Ну, посмотрим. Может быть у нас... Ну, внутренние, точнее, в любом случае есть. Нам их придется разработать со временем, наверное. Так, и вот здесь вот. Вот здесь. Надо будет еще покопаться. Узнать, где, так сказать, собака порылась. Но для начала давайте мы здесь обозначим... Ага. То есть по-любому колонны придется ставить, чтобы это все дело у нас не обвалилось благополучно. Ладно. Ладно, я вас понял. Давайте удаляем вот это дело. И начинаем, наверное, копать. Профессор, копай. Вперед. Вот это. Подожди. А, мы там сейчас селитру выкапываем. Ну, тоже, в принципе, ценное занятие. Так, насколько ты быстро... Да ладно, вы прикалываетесь? Вот о чем я говорил, ребята. Смотрите. Все-таки с той стороны. Я понял, в чем дело. Большинство-то с этой стороны. То есть он сначала берет, да, с этой. Твою мать! И переставить ее нельзя. Ну, как... Ну, как так-то? Ну, что за говно? Да уж. Да уж, да уж. Ну, давай вот так вот хотя бы, чтобы не так далеко обходить было. Все-таки наоборот надо было ставить, потому что основной стак у нас с правой стороны. Вот в чем дело, да. Или можно вообще перестроить. Ну, может и перестроим, на самом деле. Может быть, потом, когда будем богатыми, когда будет у нас прям дофига титана, тогда и перестроим все это. Безобразие. Ну, а сейчас нам надо будет поставить здесь на всякий случай колонны, потому что, по всей видимости, помещение будет больше, чем... Как бы то, которое может держаться без... Да уж, существенно больше оно будет. Поэтому, в принципе, поставим парочку колонн. Они еще и украшают все это помещение, так что ничего плохого в этом точно не будет. Давайте вот здесь, наверное, поставим. Вместо гриба воткнем колонну и вот сюда вот воткнем колонну. Нормально. И где-то здесь у нас будут переработчики стоять. Давайте начнем именно с колонн, чтобы тут ничего точно не обвалилось. Так. Господи, как же я мог лохануться? Нет, придется, придется все-таки переносить эту штуку. Да, мы просрем часть ресурсов, причем такую существенную часть. Так, подожди. В смысле ты не можешь начать проповедь? А в чем проблема-то? Эм... А-а-а-а! Там надо... Я понял. Так, погодите. Вера в зеленую сущность. Общения 4. Мало. Там не говорят, сколько надо, к сожалению. Поклонение. Так, это сделать владельцем. Давайте посмотрим Рила и Тапок. У кого там побольше общения? 6 у Рилы. А у Тапка... Так, Тапок, ты где, блин? Так, у Тапка с общением вообще все плохо. Значит, Рилу надо делать. Но не факт, что 6 хватит. Рилан, давай вперед. Минимальный навык 8. Да твою ж мать! Вы что, издеваетесь, что ли? Минимальный навык 8. Сейчас он будет долго голосить, что не может. В смысле нет доступных книг? Ты что? А! Так, подожди. Ну, вот. Тапок, ты в руках держишь доступную книгу, придурок! Господи! Что за дурачок-то? Подожди, ладно. Может быть, Вера в зеленую сущность. Все верно. И мы изучили орбитальный щит. Но пока я, наверное, ничего не буду исследовать. Потому что я, как обычно, не прогрузил. Нифига технологии. Так что мы сейчас занимаемся, продолжаем заниматься нашей нефтянкой. Так, нашей кра... О, подожди. Тут у нас, смотрите. Тут у нас еще янтарь. Нифига себе. Я не знаю, зачем нам нужен янтарь. Но пускай будет. Порадуемся, что он у нас есть. Правда, как я уже сказал, хрен его знать, зачем он нужен. Так. Вот это все дело надо будет тоже сейчас выкопать. Я думаю, что ничего у нас не обвалится. Так как у нас есть офигенские колонны. Но, тем не менее, скрестим пальчики. А то, мало ли, сейчас убьет кого-нибудь. Тетя Ханя, вперед, работаем. И, да, еще. Давайте мы сразу же поставим, наверное, сюда освещение. Вот сюда. И, на всякий случай, еще вот сюда. А еще надо сюда, наверное, провести и электричество. Которое, почему-то, у нас по этой стеночке не проведено. И, кстати, и здесь тоже не проведено. Так, давайте и скрыточку сюда, пожалуйста. Ну, вот так вот. Эти светильнички... Кстати, гринявый. Вот если ты вот этот светильник сделаешь, то будет прям вообще огонь. Гринявый. А ты где вообще? Подонок. Куда-то убежал, засранец. Черт знает куда вообще. А я ему поручил, понимаешь, работать. А, серьезно? Да, господи. Да, господи. Блин. Орбитальный удар. Мать твою за ногу. Какого ж лешего. Так, ладно. Значит, что я могу сделать в данной ситуации? Да ни хрена я не могу сделать, на самом деле. С этим орбитальным ударом. Ой, господи, боже мой. Господи, боже мой. Давайте мы все свалим куда-нибудь вот сюда и будем надеяться на чудо, потому что на самом деле, на самом деле, орбитальный удар вообще, я не знаю, как его контрить. Это не плазменный, не ионный удар, то есть он может жахнуть вообще куда угодно. Абсолютно. И может быть так случится, что сейчас наша колония просто по звезде пойдет. Он рандомно, совершенно рандомно падает, вне зависимости от того, есть ли толстые потолки, нет толстых потолков. Вообще насрать. Он просто, просто тупо куда-то бьет и кобздец. А, нет. Нет, ребята. Нет, это другая хрень. Это все-таки плазменный. Ты, блин. Кобздец, да? То есть, отлично, просто-просто замечательно. Ну, в любом случае, мы туда отваливаем подальше. Здесь были наши турели, да, до свидания. Спокойной ночи, тушите свет, сливайте в воду, да. Остались у нас пулеметы из Штейна, в принципе, да. Двери мы сейчас поменяем. А вот здесь вот турели все по звезде накрылись. Ладно, хоть никто не погиб. И, скорее всего, сейчас, наверное, к нам придет атака. А нам надо идти... Тут где-то был, по-моему, да, под 45-й калибр я ящичек тут сделал, да. Хорошо, что я эти турели не доделал и робота сюда не построил. А то было бы еще обидней. И в этот раз, на самом деле, в этот раз нам повезло. Гринявый, давай подваливай сюда. Сейчас мы быстренько здесь восстановим дверь. Или можно не восстанавливать. Я не знаю, нужна нам эта камера. У нас две другие есть. Давайте мы ее просто-просто тупо разберем. Вот и все. Не нужна нам здесь больше камера. Так. Гринька, иди разбирай кровать вот эту. Двери вроде бы все на месте остались. Все хорошо. Так, я не понял. Ты что сейчас делаешь? Господи, какой медленный терминатор. Это просто крах какой-то. Так, значит, вот сюда нам нужна будет еще одна койка. Давайте мы, наверное... Подожди. В принципе, в принципе, можно какую-нибудь вот из этих койчек, наверное, переставить. Какая-нибудь бесполезная. Может быть, двухспальню, чтобы им там повеселее было. Вот, кровать виза, короче. Мы переставим сейчас сюда. Вот в эту комнату. Гринька, вперед, пожалуйста, работай. И сделаем сейчас визу новую охрененную кровать. Я надеюсь, что у нас на нее ресурсов хватит. Блин, печаль, беда, разочарование. Надо строить орбитальный щит, а он стоит каких-то вообще совершенно неразумных. Неразумных вообще ресурсов. Подожди, он в защите, по-моему. Да, вот он, орбитальный щит. 700 он стоит. 700 сверхпрочных, да. Да уж, короче, 700 сверхпрочных это для нас реально перебор. Так что пока, наверное, придется отложить. Хотя, с другой стороны, каждый раз восстанавливать вот так вот все эти боеприпасы. Это тоже такое себе, на самом деле, увлечение там. Так, что у нас по кроваткам, значит? Эта кроватка у нас идет для пленников. И надо для визы сделать новую кроватку. Так, давайте мы ее поставим пока куда-нибудь, наверное, вот сюда. Вот она у нас из пластика. Кровать, гринявый вперед и с песнями. Рози, блин, сколько ж можно с ума-то сходить? А, тебя надо отпустить. А почему? Я что-то... Понятно. Я двоих балбесов забыл отпустить. Всех отпустил, а этих забыл. Поэтому она и психует. Я-то думаю, что происходит вообще? Думал, ей просто что-то не нравится. Так, гринявый, давай нам шедевр забабахай, пожалуйста. Нет, всего лишь отлично. Ну, слушайте. На самом деле, это в любом случае лучше, чем то, что было. И еще здесь явно не хватает одной самой простейшей вот этой вот тумбочки. Окейушки. Значит, с тумбочкой разобрались. Здесь с раскопками мы тоже разобрались. Знаете, чего хотелось бы? Ну, во-первых, надо вот здесь вот. Так, гринька. Давай-ка извлечем погодный... Ага. Надо... Нужен десятый уровень, да? Док. Зарезервировано. Понятно. И я хотел бы, наверное, прошвырнуться по вот этим вот всем обломкам корабля. И неплохо было бы посмотреть, что там все-таки лежит. Давайте пока ближайшие вот эти вот посмотрим. И также еще вот этот металлолом отсюда перенесем. Тоже переработаем. Там золотишко, никель. В общем, те вещи, которые нам действительно нужны. Так. Ну и тем временем. Блоки вот эти мы убираем. Сейчас еще вот здесь вот копанем. По идее, все, что... То, что нужно. Единственное, что... Так. Ну-ка. Здесь мы сделаем вот, наверное, вот таким вот макаром. Так как у нас здесь такие офигенские колонны, поэтому мы сделаем вот так вот. Типа место для того, чтобы ходить, да? И мрамор, наоборот, по краям пусть. Ну, здесь он и должен быть, на самом деле. Так. Чтобы все было прям красиво. Займитесь. И что нас здесь вот ждет? Подожди, где? Где, где, где? Вот здесь нас что ждет? Мне интересно. Так. Давайте открывайте, ребята. Открывайте. Да, в принципе, ничего такого особенного. Парафинчика немножко. Так, Гринька, а вот если ты его откроешь, то кому-то не придется... Что-то как-то сильно подлагнуло, но в то же время вроде бы атаки нет. Так, открыли. А, я понял. Это лагает именно вот то, что мы открываем. Какая-то хрень непонятная. Бывает такое. Так, детали самодельные автотурели. Ну, вот взамен того, что мы просрали, да? В любом случае, давайте мы это дело все перетащим на базу. Слушайте, я прям даже не знаю, имеет ли смысл нам выплавить сейчас 700 титана. Наверное, все-таки имеет. Блин, из титана. Ну, прям вообще нет. Ребят, штейн надо. Штейн. Титан. Это, блин. А, подожди. А со штейна, по-моему, нельзя делать этот орбитальный щит. Да вы издеваетесь, что ли? Ну, вот из композита, в принципе, можно сделать. Композит хоть как-то подешевле будет. Так, нам надо будет уголек. Подожди, а уголек мы где-то тут, по-моему, добывали. Вот, вот мы его добываем где. Окей, оки-доки. Давайте мы всю эту жилу выкапываем. Уголь нам понадобится. И реально нам надо где-то здесь разместить склад с углем. Вот, в принципе, эта бочка вроде как и есть склад с углем. Но что-то как-то таскают почему-то весь уголь вот сюда. 2040. Значит, надо больше угля. Вот и все. И давайте, наверное, вызываем очередного торговца. Узнаем, что нам там привезут вкусненького. Так. И надо будет вот эти сейчас все штукенции тоже перенести наверх. Давайте мне сейчас вот здесь вот сделайте полы красивые. Потом мы вот здесь доделаем сейчас с вами стеночку. Пончик, да. Давай, работай. Кстати, у нас тут есть пончика. Да, здрасте, приехали. Какие голодные... Саблезобые барандуки теперь. О, боже мой. Что-то как-то нас любят мелкие животные. Прям очень сильно любят. И во всех проекциях. Ну, ок. Что я могу сказать. Давайте подтягиваем сюда снова наших ребят. Гоуст, давай тоже подтягивайся. Зака... А, подожди. У Гоуста пушки нету. Зака-зака. Знаете, я все-таки склоняюсь к тому мнению, что надо бы, наверное, короче, не париться и сделать именно боевые классы и не переодевать их. Ну, может быть, может быть, это будет более грамотно на самом деле. Может быть, мы меньше времени будем тратить. Потому что, ну, не нравится мне такой вот момент. Постоянное переодевание. Два комплекта одежды. Плюс вот для такого вот прикола надо всех переодевать, что ли, чтобы они оружие в руки взяли. Тоже как-то не самый, по-моему, нормальный вариант. Короче, не знаю. Пока, пока не знаю. Но, возможно, что я откажусь от этих сейфов. Мне не нравится, как они работают, скажем так. Так, давайте вот с этими дортами сначала свяжемся. Пообщаемся. Так. Белый... О, слушай, вовремя наши вернулись. Вот Гоуст возвращается. И торговец. Лазерные энергоячейки, естественно, нафиг. А, знаете еще, что я понял? Музыка вот эта, которая играет, непонятная и бесячая. Она возникает тогда, когда происходит какой-то бой. Только бой. Мордобой. Любой бой. Вот. Не знаю, с чем это связано, но вот я заметил такую тенденцию. Так. По 102! Да вы издеваетесь, что ли? Думал медицину купить. А, конечно. Офигеть. Короче, ничего мы, я думаю, что не будем сейчас особо покупать и продавать. Потому что просто, да, нечего. Разводной ключи давай продадим. А так, в принципе, торговцы оружием для нас бесполезны, к сожалению. Совершенно. Лучше бы какой-нибудь торговец, который продает уголь, приехал и продал нам побольше угля. Ох, е-мое. Это ни хрена ты, блин, там раздаешь? Давай-ка ты, я не знаю, одиночными постреляешь с пулемета со своего. Я верю, что ты можешь, ты же терминатор, твою мать. И пока они тут стреляют, давайте мы еще тут пометим, ну, создадим приказ на срезание всего вот этого дела. Надо здесь тоже, конечно, болото докопать. Ну, что-то так влом, как обычно. Лучше время от времени просто вырубать, да и левяшка не лишняя будет. Так, что это? Да ну нахрен! Твою мать, а вот это уже проблема. Походу, дело Шрёдингер будет отдуваться за всех. Если они, конечно, не высадятся сейчас еще и вовнутрь базы. Если высадятся вовнутрь базы, то никто никуда не будет отдуваться. Да вы прикалываетесь, что ли? Они только вовнутрь базы высаживаются. Ну и как это вообще понимать? Так, ребята, вот это, блин, поворот. Это, скорее всего, мы будем уже разруливать в следующей серии, потому что в этой серии мы это сделать просто банально не успеем. Так, давайте мы всех наших сейчас отправляем, где у нас периметр. Я надеюсь, что мы как-то вообще успеем туда слинять. Вы идете переодеваться максимально быстро. Джереми еще по башке прилетело, судя по всему. Вообще классно, на самом деле. Вот Скай, просто 5 баллов. Прям в центр обороны. Супер придумано. И самое главное, что вот здесь вот, по-моему, у нас вообще толстые потолки. Да, толще горной породы. Вот здесь вот, допустим, толще горной породы. Кто, ребята, говорил, что они не приземляются на то под толстые потолки? Приземляются, ребят. Они просто проламывают там потолки. И все, еще хуже становится. Вот такие вот пирожки с гвоздиком. Если вам понравилось это видео, если вы хотите продолжения, хотите посмотреть, чем закончится вот эта вот высадка десанта прямо к нам на базу, то обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, заходите ко мне на стримы, в группу в Дискорде. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока. И хорошего настроения. Пока-пока. Как обычно, на самом интересном месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok